Мы переходим к такой насущной теме, скажем так. Это насколько наш город готов к отопительному сезону. На самом деле, даже, честно говоря, я не знала, что у нас существует такая тепловая инспекция в Красноярске, которая каждый жилой дом многоквартирный проверяет на готовность к зиме. Насколько, ну скажем, безопасно так жители этого дома могут пережить зиму. Вот присоединился к нам гость, здравствуйте, это начальник тепловой инспекции Красноярской теплотранспортной компании Александр Григорьевич Быков. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Ну вот как раз с вами, как раз об этой теме зима на носу уже, да. Сегодня, конечно, очень тепло, но вот буквально накануне все мерзли и, наверное, одевали шерстные носки дома и обогревательные приборы включали. Так вот, чем ваша инспекция занимается, да, что проверяет конкретно? И насколько жилой фонд Красноярска готов к предстоящей зиме? Вот давайте с первого вопроса. Насколько готов? Ну, я бы хотел сказать, что я представляю тепловую инспекцию Красноярской теплотранспортной компании. И готовность к отопительному сезону мы оцениваем жилого фонда, который подключен именно к источникам Красноярской теплотранспортной компании. То есть на территории города Красноярска есть еще и другие теплоисточники. Мы сейчас будем говорить только о готовности потребителей нашей компании. Оценить готовность потребителей к отопительному сезону мы можем, по своим данным, на уровне 25%. То есть на сегодняшний день это 25% в целом по городу. Если перейдем, ну как бы так, больше всего нас волнует готовность жилого фонда, наверное, да, то там цифра существенно ниже, это 13% в целом по городу. А почему, в чем проблема, какие основные проблемы готовности? При оценке готовности нашей инспекции мы контролируем выполнение именно технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Такие, как промывка внутренних систем отопления, гидравлическая настройка, очень важные мероприятия. Также восстановление тепловой изоляции на внутренних системах отопления. Ну вот, вкратце, это самое основное. А как проходит вообще эта инспекция? Что руководители управляющих компаний должны оставить заявку, либо у вас существует какой-то график, вот, обследование, скажем, или исследование объекта? Да, управляющие компании перед окончанием отопительного сезона нам направляли свои предварительные графики подготовки к отопительному сезону, где указывали мероприятия, как раз те, на которые будут приглашены наши специалисты. Это такие, как промывка, гидравлическая настройка, промывка-прессовка, гидравлическая настройка. Ну, по объективным причинам возможны отклонения от этих графиков, поэтому перед тем, как инспектор выйдет на объект, мы принимаем в телефонном режиме, диспетчер у нас существует, именно заявки на приглашение инспектора для приемки, ну, тех или иных видов работ. Скажите, а это обязательная процедура? Обязательно каждый многоквартирный дом, скажем так, должен подвергнуться такому обследованию исследования? Это обязанность, скорее, именно самих потребителей. То есть, существует порядок оценки готовности к отопительному сезону, который утвержден Министерством энергетики Российской Федерации. И данный порядок как раз предусматривает ряд критериев, по которым оценка производится. Оценка производится уполномоченным органом в нашем городе, это администрация города, которая уже распределила по ведомствам, кто кого контролирует. То есть, если говорим о жилом фонде, то это департамент городского хозяйства. Так вот, эти критерии содержат как технические, так и организационные мероприятия, критерии оценки готовности. Так вот, наш акт осмотра технической готовности, он является документом, который входит в состав этого пакета документов для получения паспорта готовности, который выдает как раз департамент городского хозяйства. То есть, мы этим документом подтверждаем, что данные управляющая компания выполнила все мероприятия, мы их приняли. То есть, если речь идет о промывке, то она выполнена качественно, качество промывки удовлетворяет. Если гидролическая настройка, то она выполнена в соответствии с нашими рекомендациями, потому что гидролическая настройка это такой сложный процесс, он комплексно по городу делается. И необходимо, чтобы каждый жилой дом был именно по нашим рекомендациям настрой. А что входит в понятие организационные моменты? Технически я поняла более-менее, что вы проверяете техническую составляющую готовности, а вот организационные моменты? Ну, это, например, аттестация обслуживающего персонала в органах Ростехнадзора. Также есть очень важный критерий, это отсутствие дебиторской задолженности. А вот, кстати, о дебиторской задолженности. Я так понимаю, вот вы говорили о 25 и 13 процентах, да? Вот, а все остальные, что, они технически не готовы или они, наоборот, имеют дебиторскую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией? Если говорить так, что если бы, например, не имели дебиторской задолженности потребителей, то, наверное, процент готовности именно нашей оценки был бы выше. Он был бы выше, ну, где-то, я сейчас затрудняюсь сказать, на какую величину, но, безусловно, если даже технические мероприятия полностью выполнены, то мы не выдаем акт технического осмотра при наличии дебиторской задолженности. А управляющими компаниями перед? В том числе, да. Ну, то есть всеми потребителями, в том числе. Ну, основные потребители у нас. Скажите, ну, вот сейчас люди сидят и задумались, не получат они паспорт, да, не получат акт, тот самый заветный этот документ. Где-то можно проверить, есть ли у вас задолженности или нет задолженности? То есть можно обратиться по телефону в подразделение Красноярской теплотранспортной компании, где ответят, имеет ли данная управляющая компания задолженность перед Красноярской теплотранспортной компанией. Давайте назовем прямо этот телефон, я сейчас назову, а режиссеров попрошу на экране прописать и показать. Телефон 252-44-44, добавочный 39-898. По этому телефону можете позвонить и узнать, есть ли на вашем доме, так я понимаю, да, дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающей организацией перед ТГК. Есть Красноярская теплотранспортная компания. Потому что даже если все в порядке в техническом плане и в организационном плане, если все сотрудники управляющих компаний тоже получили, прошли аттестацию, то по одному такому критерию, если есть дебиторская задолженность, не получат тот самый акт, да? Не подпишите. Да, но организационное мероприятие будет проверять департамент городского хозяйства, а наш акт, который подтверждает техническую готовность, он не будет выдан, да. Ну а, скажем, заявления, заявки вот эти самые, уже все управляющие компании оформили как нужно? Ну, то есть по графику вы идете, проверяете, да? По части мероприятий, вот что касается промывки, опрессовки внутренних систем, у нас можно констатировать, что, ну, без малого 100% выполнено. И эта работа уже в стадии завершения, то есть это уже, ну, управляющая компания, жилой фонд в основном промыт весь. То есть мы уже говорим о том, что какие-то потребители отдельно еще остались, ну, не являющиеся управляющей компанией. Заявки направляются. Сейчас именно уже идет речь о гидравлической настройке. То есть эти мероприятия, они по времени раздвинуты, поэтому, ну, в принципе, вот к настоящему моменту уже техническую готовность многие готовы сдавать. И сдают. Ну, а если, скажем, задержались, да, вот после начала отопительного сезона, уже когда он стартует, да, официально, уже невозможно получить тот самый паспорт? Возможно. Дело в том, что, ну, в принципе, сроки получения паспортов оговорены распоряжением главы города, то есть они 15 сентября оговорен такой срок. Но, в принципе, это возможно, и ряд потребителей у нас не начинают отопительный сезон вместе со всем городом, да, то есть мы понимаем, что ряд потребителей включается позже, то есть у них какой-то еще люфт по времени есть для того, чтобы закончить подготовку, предъявить ее и, соответственно, оформить паспорт готовности. Ну, тут по оформлению самих паспортов, скорее, вот, полномоченный орган бы дал комментарий. Хорошо, спасибо. Мы сейчас перервемся на небольшую рекламу, а потом снова вернемся в студию и продолжим разговор о том, насколько социальные объекты нашего города также готовы к зиме.